Привет всем! Вы смотрите Кик Обзор, канал, который каждый год после презентации Apple чувствует, что его отлюбили в мозг. В сегодняшнем ад любимых обратно дайджесте. iPhone XR, который затормозил охренев от количества увиденных людей. Новейший самоуправляемый грузовик от Volvo без места для водителя. Футуристичный концепт от Mercedes, новейший беспилотный мотоцикл Connected Ride от BMW и дополненная реальность, которая покончит с этими красотками из новостей погоды и принесет в ваш дом все природные стихии. Все это после Е-каталога. Сервис Е-каталог – ваш лучший помощник при покупке всевозможных товаров и гаджетов. Выберите категорию, отметив нужные характеристики, и найдите устройство, подходящее под все ваши нужды. Ознакомьтесь с отзывами, посмотрите подробную 3D-модель товара и выберите из многочисленных магазинов самую аппетитную цену. Сервис Е-каталог. Удобно. Ссылка в описании. Презентация Apple прошла и сегодня мы начнем с одной детали, которую практически никто не заметил. После презентации все присутствующие рванули в так называемую hands-on зону, где смогли поэтовать, ну, потеребенькать новые яблочные устройства, как новые айфоны, так и смарт-часы четвертого поколения. И вот что было удивительно, в одном из видео, попавших в сеть, видно, как при тестировании новенького iPhone XR он тормозит. Виджеты появляются с довольно-таки большой задержкой. Мы не знаем, связано ли это с тем, что на железе стоит только бета-версия iOS 12 или же смартфон охренел от стольких людей, которые хотели его полапать. На других девайсах такого, по крайней мере, не наблюдалось. Стоит отметить, что это был единичный случай. Осталось совсем ничего, и мы с вами узнаем, каковы же эти новоиспеченные яблочки в деле. И если вы видели наш ролик про презентацию, то наверняка уже знаете, чем именно мы недовольны. Это то, что не было ни одного слова про док-станцию AirPower. Компания Apple, по-видимому, отложила проект фирменной зарядной станции AirPower в долгий ящик. Но, как оказалось, мы не единственные, кто встревожился данным фактом. На это также обратили внимание журналисты издания 9to5Mac. Ранее о громко заявленном AirPower сообщалось на отдельной странице, посвященной iPhone X, а в качестве даты его релиза значился 2018. После того, как были анонсированы iPhone XS и iPhone XR, эта модель смартфона была убрана из продажи вместе со всеми упоминаниями о зарядном коврике. Пропажу AirPower с сайта компании заметил и ведущий авторитетного блога The Daring Fireball, Джон Грубер. Указав на снимок AirPower, но слово AirPower нигде нельзя найти. Никто из представителей Apple, с которыми он пообщался, ни слова не проронил про AirPower, за исключением того, что им нечего сказать. Все как один уже твердят, что зарядку свернули, и в компании просто пока не хотят об этом говорить. Напомним, что беспроводная станция AirPower была представлена 12 сентября прошлого года вместе с iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Аксессуар должен был поступить в продажу не ранее 2018 года. Но этого пока не произошло. И шо вы думаете? На этом фоне компания Xiaomi выпустила еще одно беспроводное зарядное устройство под названием Mi Wireless Charger. Преимущество новинки перед прочими подобными устройствами производителя в том, что гаджет является универсальным и совместимым дорогой тем не только с родными смартфонами. Мощность новинки равна 10 Вт, а стандарт, который она использует QI, нюанс лишь в том, что физическая мощность зарядки будет зависеть непосредственно от самого подпитывающегося мобильного аппарата. Так, например, топовые смартфоны от Samsung могут получать максимальное значение, в то время как родные устройства производителя, к примеру, Mi Mix 2S, смогут рассчитывать только на 7,5 Вт. Аналогичная ситуация и у iPhone X. Он также поддерживает только 7,5 Вт. Стоимость Xiaomi Mi Wireless Charger составляет не 180, а всего 10 баксов. Вообще, от презентации Apple ждали многого, и ни для кого не секрет, что очень большое количество поклонников, да и других обывателей, осталось недовольно. И они повторяли, что как бы купертиновцы ничего нового, в общем-то, и не показали. Даже китайская компания Huawei потроллила американского разработчика Apple. В Huawei, судя по всему, поблагодарили Apple за отсутствие инноваций. Публикация компании Huawei в твиттере гласит «Спасибо за то, что продолжаете делать то же самое. Увидимся в Лондоне 16 октября». Намекнув про новые устройства Mate 20 и Mate 20 Pro. Посмотрим, сможет ли удивить Huawei после таких громких высказываний. Но хватит про смартфоны, пора переходить на технику покрупнее. Самоуправляемые автомобили получают все большее распространение. И касается это не только легковушек, но и вполне себе больших грузовиков. И недавно один из крупнейших производителей грузовиков в мире, автоконцерн Volvo, представил свое видение дальнобойного грузового авто будущего без единого места для водителя. Концепт получил название «Вера». Несмотря на то, что большая часть работ над проектом завершена, грузовик все еще находится на стадии доработки, и специалисты Volvo не готовы назвать даже примерную дату поступления машины в продажу. Тем не менее, план по выходу на рынок у корпорации есть. На самом старте «Вера» будет использоваться в ограниченном круге локаций, вроде портов, складских центров и так далее, не выезжая на оживленные автострады. Сделано это, само собой, для отладки технологии. Что касается характеристик грузовика, он способен тянуть до 32 тонн груза и совместим со всеми известными стандартными видами прицепов. Время автономной работы грузовика на данный момент не сообщается, ведь этот показатель еще может измениться в будущем. Тем не менее, во время презентации «Вера» въехала на огороженную территорию без посторонней помощи, после чего посетителям разрешили приблизиться и рассмотреть ее более подробно. Ну и коли речь пошла о машинках, мы не могли упустить из виду штутгардцев, которые в последнее время плюются великолепными концептами направо и налево. Отделение Mercedes-Benz Vans построило концепт модульного городского беспилотного транспортного средства под названием Vision Urbanetic. Это аппарат, соединяемый электрической тележкой и сменными кузовами, которые транспортная компания может мгновенно менять по мере необходимости, превращая Urbanetic то в автономное такси, то в развозной фургон. Теоретически, таких оболочек может быть много, от автомобиля спецслужб до, скажем, мобильного кафе. Автономная платформа содержит все необходимые компоненты для движения, в том числе и сенсоры с камерами, и поэтому способна рассекать по дорогам и без установленного сверху кузова, перемещаясь от одного гаража или предприятия до другого. Как утверждают эксперты, сейчас 55% мирового населения проживает в городах, а к 2050-му эта доля составит две трети. И именно к тому моменту подобные транспортные системы должны спасти мегагорода от вечных пробок и смога. Одним из городов, которые могли бы извлечь выгоду из новинки, является Копенгаген. И, кстати, именно его немцы выбрали в качестве площадки для живой демонстрации этого футуристичного концепта. Но поговорить о Мерине и не поговорить о BMW было бы непростительно с нашей стороны. Помните, мы вам рассказывали про мотобот Ямахи и самобалансирующийся мотоцикл от Хонда? Так вот, инженеры из BMW Motorrad, подразделения автоконцерна BMW, занимающегося разработками мотоциклов, показали беспилотный мотоцикл Connected Ride. Прототип двухколесного робота создан с целью испытания и внедрения новых средств безопасности мотоциклистов, а также повышения безопасности управления. Автономный мотоцикл, разработка которого заняла у BMW два года, выступает в качестве тестовой площадки для создания новых систем безопасности в будущие продукты компании. В основу робота легла модель мотоцикла R1200GS. Инженеры компании используют прототип для создания продвинутых систем активной помощи водителю, позволяющих сохранить полный контроль над мотоциклом даже при необходимости экстренного торможения, а также помогающих сохранить рядность движения. Подобные системы сегодня предлагаются только в автомобилях, и мюнхенцы решили положить этой четырехколесной дискриминации конец. И у нас вопрос, друзья. Смотрите ли вы новости? Думаем, мы знаем ответ. Нет. После каждых новостей почти что всегда показывают погоду, и делают это практически все одинаково. Есть места, где погода — это единственное, чего ждет мужское население, но сейчас не об этом. На зеленом экране при помощи компьютерной графики появляется карта, где, собственно, и показывают, кто утонет, а кого к чертям сдует торнадо. Но одна компания, The Weather Channel, делает визуальные эффекты, используя дополненную реальность. Графика, созданная в партнерстве с компанией Future Group, использует Unreal Engine — популярную платформу для разработки видеоигр. А Unreal Engine создает эффекты в реальном времени. Первый раз The Weather Channel обнародовал технологию в демо-версии с Торнадо. И после ошеломительных рейтингов данный канал начал вовсю использовать дополненную реальность, и теперь уже показывает, что может случиться во время наводнения. Выглядит это и вправду очень круто. Зрители воочию могут увидеть масштаб разрушения, или, скажем, высоту воды. Думаем, что очень и очень многие телекомпании последуют этому примеру, и привнесут последние техно-решения в свой эфир. А наше эфирное время на сегодня закончилось. Спасибо, что были с нами. Поддержите нас, навалившись на кнопку лайков, комментируя и делясь нашими дайджестами с вашими друзьями. А также не забывайте про наши каналы в теле и инстаграм, где мы всегда рады новым друзьям. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok